Айна Коршан За исключением, наверное, вертолетов, но и вертолет тут не сядет, во всяком случае, близко Приехали мы на Айна Коршан с нашим другом Ашоровым Жембе Махалеевичем Приехали на лошадях, приехали осенью Надо собаку привязать, привязать по ходу маршрута, чтобы собака не побежала за дверями, а то схватит свежий след и пошла Или где-нибудь на горе загонит соболя А это никак не входит в наши планы, нам надо двигаться вперед Поэтому и привязывает Махалеевич собаку к хвосту лошади Это связка такая, пара или работа в связке В прямом смысле этого слова Собака охотничья и лошадь охотничья Таким образом собака будет идти привязанной к хвосту лошади след-след за лошадью Не будет рыскать по сторонам, не будет цепляться за стоящие деревья и кусты вокруг тропы И дружненько они в паре работают А охотник едет на лошади и когда надо отпустит собаку в нужном месте или на свежем следе и охота началась Вот так работает охотничья собака и охотничья лошадь Причем лучшая собака, не каждую привязывает На ошейнике собаки привязаны красные лоскуты Это красные тряпки Это от волков Ну по аналогии, делают же клады на волков с красными тряпками Типа красная тряпка его отпугивает Но красная тряпка это пол-дела Главное запах Жамбе взял одеяло, старое одеяло И взорвал его на ленты и навязал это дело на собачий ошейник Тут еще очень важен запах Представляете, насколько одеяло пропахло человеческим духом А для волка это ужас Я имею ввиду волков, которые живут глубоко в тайге Не те волки, которые промышляют около деревень Около ферм Давят жеребят, телят, собак А, так скажем, порядочные волки Все в тайге боится человека Медведь и тот ломится через чащу так Что аж ломает кусты Чтобы скрыться от этого двуногого ужаса Айнак Аршан сохранился еще в первозданном виде Вот в том, в котором, ну, уже, наверное, десятилетия Столетия посещают его местные люди Айнак Аршан это такое необыкновенное место Ну, вы поняли, Аршан это значит источник Дело в том, что сам Аршан, то есть вода, источник Находится на самом берегу речки Прямо вот в русле И на Айнак Аршан надо ездить Либо весной, либо осенью Вот и мы поехали осенью Потому что осень вообще прекрасная пора для путешествий Вода маленькая Мухаты то и нету Паута, комара Очень красиво И рыбалка хорошая Я первый раз, когда попал на Айнак Аршан Ну, мне люди объяснили, где находится Вот зимовья, как мне рассказывали одно, другое Обошел все вокруг Не нашел вообще никакого Аршана Ну, так и уехал, не поняв, где Аршан А потом мне люди рассказали вот про эту историю Что Айнак Аршан под водой находится летом Когда река полноводная Вода из источника Имеет сероводородный запах Вода чуть-чуть белесого цвета Мне кажется Ну и такой специфический вкус Главным образом эту воду пьют Или принимают в ванной Ну, про ванны вообще интересно Значит, недалеко от источника Где вода выходит Стоит маленький домик Старинный, старинный Ну, в общем, из листвяка построенный Может, он и в прошлом, и позапрошлом веке строился Ну, в общем, очень старый В нем стоит корыто Выдолбленное из цельного дерева Так вот, люди ведрами набирают бочку металлическую Которая стоит на костре около этого зимовья Ведрами натаскивают туда эту воду из источника Подогревают ее А потом обратно же ведрами Носят внутрь этой избушки Заливают вот это корыто из дерева И таким образом принимают в ванну Ну, считается, что это очень хорошо Для всяких радикулитов, ревматизмов Всяких болей в суставах И вообще целиком для организма А когда пьют воду из айны, коршана То проходят всевозможные желудочные заболевания Всякие расстройства пищеварения Тот, кто любит выпить, есть такие Которые говорят, что вот съездил в айна, коршане Полечился, воды попил А теперь вот уже полгода как Не чувствую никакого похмелья И еще айна, коршан очень примечателен тем Что сюда приезжают с разными женскими проблемами Особенно приезжают сюда те, у которых не получается завести ребенка Ну, вот считается Не просто так, я думаю Тут опыт, думаю, столетний Люди знают, что делают Что посещение айна, коршана Принятие вот этих ванн, воды Способствует зачатию Поэтому там много игрушек Женских бус Ну, таким образом Украшают, что ли Или след оставляют Или просят Ребенка Там недалеко от айна, коршана Есть специальная скала Где совершает вот именно этот обряд Просят ребенка Видимо, молятся Тут редко кто бывает из туристов Из посторонних В общем, это источник Главным образом Для тех, кто живет В Акинском районе И особенно в Уланаке Ну, вот такой этот айна, коршан Ребята ловят рыбу Которая осталась зимовать По всем рекам Восточного Саяна По всем притокам Мелким рекам Где рыба водится Осенью рыба скатывается Уходит Уходит куда-то вниз В большие ямы В большие реки А потом весной Она опять поднимется Так вот Айна, коршан Это то место Где какая-то рыба осталась И это связано с тем Что, как я говорил уже Айна, коршан Бьет в русле реки А мы же не знаем Сколько еще источников Бьет прямо на дне реки Ну и эти источники Согревают реку Она не промерзает Это нравятся рыбы И она остается зимовать По всем рекам Восточного Саяна Можно наблюдать Такую картину Есть участки Где река Другой раз Стоит чистая В самый лютый мороз Только пар От берега до берега Чуть-чуть за береги Это означает Что в дне реки Выходят источники Которые согревают реку Которые согревают реку Вот такой нежный И вкусный наш этот деликатесный хариус Ну, особый случай это когда пожарить его на рожне На вообще объедение Понятное дело, мужики взрослые, сильные, молодые Покушать любят Приятного аппетита! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Охотники вернулись Порожние Ничего не добыли Но это ладно Я вспоминаю Давно в молодости Мне один уважаемый охотник Профессионал Штатник Акинский госпромхоз Говорил Васька Если каждый раз добывать То что в тайге останется Я часто вспоминаю эти слова Значит это правильно Значит так и надо Не добыли и хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok